Остановка «Дом художника» в центре Рязани первая в нашей стране, получающая данные из интернета. Для того, чтобы вывести сведения о прибывающем транспорте на информационное табло, система должна проанализировать движение всех городских автобусов, троллейбусов и маршрутных такси. Координаты каждого транспортного средства определяются бортовым терминалом ГЛОНАСС и при помощи GSM-модуля отправляются в центральную диспетчерскую службу. В режиме реального времени операторы контролируют уже 600 машин. Транспорт города оборудуется весь, каждый днем все число транспорта больше и больше, поэтому сложновато приходится отслеживать его. Диспетчерам помогает автоматизация анализа данных. Информация о положении каждого транспортного средства и его скорости служит для подстроения прогноза прибытия на остановке маршрута. В состав терминала входит тревожная кнопка и устройство двусторонней голосовой связи, которое позволяет водителю получить помощь при возникновении чрезвычайной ситуации. У нас были случаи, когда человек установился плохо в автобусе, даже случаи гибели людей пожилых в общественном транспорте. И когда водитель остается наедине с этим человеком, как правило, у нас все пассажиры выходят сразу с салона автобуса, то, нажимая тревожную кнопку, докладывает ситуацию диспетчеру, диспетчер уже вызывает пожарную, то есть скорую медицинскую помощь, УВД к месту данного ЧП. Информация о движении транспорта выводится на сайт bus62.ru. Мобильная версия ресурса позволяет узнать при помощи телефона, сколько времени осталось до прихода нужного автобуса или троллейбуса. Тем пассажирам, которые не являются активными пользователями интернета, остается подождать, когда информационных табло на остановках Рязани станет больше. Андрей Сидельников, Инфокс, Рязань.